Уже подвели некоторые итоги во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Специалисты пришли к неожиданным выводам. Россиян перестал пугать кризис, они смогли к нему адаптироваться. Алена Полоненко задалась целью узнать, солидарна ли с такой позицией в Иркутской области. Итоги оказались неоднозначными. Переходить от витрины к витрине в поисках самой низкой цены – обязательный ритуал перед покупкой. Еще лучше, если товар сразу удастся попробовать и убедиться, что невысокая стоимость не отразилась на качестве. Такого метода осторожных покупок сейчас придерживаются многие. Александра в поисках экономии ходит на рынок. Но и здесь приходится себя ограничивать. Все как-то более нагнетается обстановка. И еще меньше я могу позволить себе, чем раньше. Те же овощи, дорогостоящие очень. Какие-то, может быть, сладости. Молодежи вторят пенсионеры. Им ужаться в тратах пришлось с самого начала кризиса в стране. И хоть по мнению некоторых экспертов его пик пройден, разделить позитивный настрой готовой единицы. Неправда. Это совершенно неправда. Не адаптировались? Да нет, конечно. Каждый день все больше и больше не хватает. В пику мнению рядовых ркутян – данные опроса, проведенного в мае в 46 регионах России. У людей спрашивали, как они оценивают экономическую ситуацию в стране и насколько удовлетворены своей жизнью. И неожиданно оказалось… За последние шесть месяцев, с декабря, уровень социального оптимизма существенно вырос. Конечно, это говорит об адаптации значительной части россиян к тем социально-экономическим условиям, которые сложились в ходе вот этого нашего кризиса в последнем времени. То, что люди начали постепенно адаптироваться к непростым экономическим условиям, подтверждают в иркутских супермаркетах премиум-класса. Даже здесь в разгар кризиса ощутили некоторый спад. Покупатели из обеспеченной прослойки общества какое-то время отказывали себе в деликатесах. С наступлением кризиса вообще рост цен, конечно, нас не очень порадовал. И исчезли какие-то товары с полок. Но, тем не менее, в наших полках сейчас все новые деликатесы появляются. И, в принципе, покупательская активность начинает возрастать. Рост клиентов начали фиксировать и в турагентствах Иркутска. Правда, многие ранее востребованные направления сейчас не котируются. Люди подстроились под нынешние условия и переориентировались на внутренний туризм. Европе сейчас предпочитают курорты Краснодарского края. Максимум – Вьетнам. А любители пятизвездочных отелей снижают свои планки. В моей практике рассрочки кредитов раньше было побольше. Может быть, сейчас как-то у людей нет уверенности в том, что они смогут дольше проплачивать. То есть, они, видимо, более продуманно стали подходить к отдыху. То есть, копят какие-то суммы и уже летят отдыхать. И, пожалуй, это и некоторые другие привычки, которые мы получили в разгар кризиса, в будущем пойдут только на пользу. Недаром говорят, что русский человек способен подстроиться под любые условия. Быть может, сибирикам на это просто нужно больше времени? Алена Полоненко, Виталий Перетолчин. Новости по будням.